Это Чисть, небольшой поселок в Молодечнинском районе. Очень уютное, благополучное место, где живут в основном молодые люди. В Чисти находится крупный завод по производству стройматериалов под названием Забудова. И совсем нет высоток, зато много домов в европейском стиле. Настоящая белорусская Швейцария. С недавних пор здесь существует футбольный клуб с одноименным названием, играющий в третьей лиге. Сами поставили себе задачу выйти в первую лигу. По спортивному принципу хотим, если занимаем одно из двух мест, то будем прилаживать все усилия, находить более такого спонсора, более побогаче. Поэтому вот только с таких позиций, если там третья, четвертая, пятая будут предлагать. То есть хочется заработать самим и потом решать дальнейшие задачи. О футболе в Чисти нам рассказывает местная легенда, 57-летний Николай Метлицкий. Когда-то он играл за Хойники вместе с Виктором Гончаренко, а последние 20 лет живет в Чисти. Метлицкий делает все для развития футбола в регионе. Занимается инфраструктурой в роли директора клуба, за который еще играет. И забивает, как это случилось совсем недавно, 20 июля в матче второй лиги против Пинской с Дюшор. Старший Сан-Денис тренирует первую команду. Младший Никита является ее капитаном. Двигай! Серьезные амбиции Метлицкого-старшего подкреплены достойной инфраструктурой. У нас поселок такой. Я переехал из Гомельской области, но сейчас, говорю, это моя вторая родина. Я не жалею, что сюда попал. Вот это поле начали делать. У нас вообще было с настоящим покрытием. Оно ничем не уступало. Вот у меня приезжали из Минска, говорили, а зачем мы, и Сафариан говорил, зачем мы положили это искусство на поле. Важно такое было. Я говорю, ну, вот так решили, подумали. Впрочем, на этом в Чисте останавливаться не собираются. Условия для подготовки команды тут вообще шикарные. У нас четыре спортзала, плавательный бассейн, четыре дорожки по 25 метров, тренажерный зал большой, сауна. Ну, то есть все условия. Вот приезжали Крумкачи, Ислач приезжала. До того были довольны нашими условиями. Только у нас нет жилья. Я вот как-то добиваюсь, прошу уже, и депутата говорил, поднимается вопрос, чтобы сделать жилье. Все могли приезжать из России, просятся юношеские там команды, и вот и Зенит там звонили. Ну, все хотят на сборы, но у нас нет жилья. Профессиональных игроков в команде понятное дело нет. Все ребята где-то работают. Профессии представлены разные, от бизнесменов до МЧСников и охранников. Футбол просто развлечение. Многие видят смысл в объединении Чисти и Молодечно. В футбольном смысле, разумеется. Но Николай Метлицкий против этого. Может, вы объединились, создали одну команду, как-то и пытались такое сделать. Я говорю, я не знаю. Я, может, такой человек, но я говорю, где живу, там хочется, чтобы мы развивали свой поселок. Молодечно, можем приехать, поболеть за все это. Но мы в своем поселке хотим, чтобы у нас был футбол. Чисть спортивный поселок. Практически все дети чем-то занимаются. От танцев до борьбы. И, конечно, футбол. Местную секцию регулярно посещает 40 детей разного возраста. Пять лет давать по одному-два хорошему футболисту. Поэтому вот так вот стараемся, что-то делаем. Возможно, когда-нибудь мы увидим Чисть в высшей лиге. А чем та же самая Городея отличается от Чисти? У нас население 7,5-8 тысяч. В городе, мне говорили, 5 с чем-то тысяч. Но они играют в высшей лиге. А почему нам с таким поселком, с такими условиями не попробовать?